В интернете мне вопросы задают иногда, и пожелания, и просьбы. Валентина Ставтисон говорит, когда мы принимали Крещение, записывали долго то, как пришел, как уверовал в Бога, ну и как пришли в общем, два вопроса. Почему сейчас стоит этот момент? Надо вернуть это. Сказано, сделано, и первое. Я вам задаю вопрос. Вы фамилию свою точно произнесите буквально по буквам, чтобы люди знали, какая фамилия сейчас, какая была девичья. Когда вы в детстве были, когда вы задумались, для чего жизнь дана, и что она не заканчивается со смертью. То есть это выделите, чтобы был страх от чего-то, удержанность, где-то страха не было. Значит, поток мирской закрылся. Вот это подчеркнуть и для пользы слушателей и наших зрителей. Девичья фамилия моя Киршина. Я родилась в Иркутской области. Ну, папа там... Дату рождения вообще-то вы заделись. 7 июня 80-го года я родилась. Ну, мы там года три прожили в городе Устилимске. Потом приехали в Алтайское, село Алтайское. И там с родителями жили мы. И до 11-го класса, получается, я там жила. Вот. А потом уже уехала в Бурналтайск, уехала. Там у меня был первый брак. Вот. Из Бурналтайска, вернулась в Алтайск, и потом уже переехала в Бурналу. Вот у меня двое детей, две девочки. Ну, вот пусть к Богу. Ну, я даже не знаю, как назвать-то вот это вот метание души, поиск, поиск правды. У нас семья такая, правдолюбцев. То есть мы всегда за справедливость. Вот как-то и милосердие всегда присутствовало в семье. И вот, как это, экономность вот эта вот всегда. Вот мы старались как-то вот жить-то правильно. Вот. И мама у меня, ну, она повар была в детском саду. У меня сестра, младшая сестра, она 4,5 года, она мне младше, она глухая с детства. Вот. И мама пошла в детский сад работать поваром, чтобы сестру взяли в детский сад. То есть вот так она с ней была. Вот. Вот. Отец у меня шофер. И отец-то такой тоже умница. И руки у него золотые, голова светлая. Ну, единственное, что зеленый змей, конечно. Попортил все, семью попортил. Он ушел из семи лет, ну, больше десяти лет назад. Вот. Ну и… Как? Ну, то, что рассказываете, это для работы. Если вас принимают где-то на работу, то, ну, можно на тех, кто лжи посадить, что вы тогда расскажете. Вопросы интересуются, люди интересуются. Когда вы задумались о своей жизни, для чего вы живете, почему нужно воздерживаться от греха, что есть суть Божия, что всеобщее воскресение. Вот этот поиск правды. Стратил. А это не какое-то другое. Правда искал Ленин, Гитлер искал правду. Да, да, да. Но это другая правда. А где правда, правда. И вот я не знала, что правда-то в Боге. Вот сейчас вот для меня такое откровение было после ваших именно роликов. Вот именно ваших роликов. Что правда в Библии. Все. Я нашла правду. Вот какой-то вот этот поиск правды был. Поиск истины можно ее назвать. Истина, что истина-то в Библии, что есть закон. Я все время думаю, ну как, где же закон? Почему люди живут без закона? То есть нарушаются все законы и никому ничего за это как бы и нет. Да, то есть богатые они богатеют, бедные они беднеют. Вот в чем истина-то? Где она правда-то? Вопрос не так стоит. Я для чего живу? Для чего я сотворил? Для чего я родился? Что могильным холмиком, лопухом на могиле? Эти разные там правда и прочее. Там и хулиганы правда, и в бандитских группах правда ищут. К хорошим пристать. Не поиск правды, а осмысление жизни. Для чего я? Ну да. И когда я поверил, что я смертный. И вот мать слышал, что за все отвечать перед Богом. Правда это меня и не касалось. Но именно здесь как раз она и будет правдой. Что Бог, сотворивший мир, наблюдает за мною. Я не могу нигде от него скрыться. Вот я бы сейчас в себя собрал, все атомные волны, взорвал бы себя. И с тобой я себя не уничтожу. Душа бессмертная. Это я знал уже, наверное, с двух лет. Вот этот момент поиска смысла жизни, вы его даже никак не коснулись. Отец был, сестра там был. Это никакое дело не имеет к вопросу. Сколько? А нас десять, а я всем буду объяснять. Двенадцать детей у матери было. Двое умерли раньше времени. Или правильно. Когда у вас начался поиск смысла жизни? Вы поняли, что я не просто сегодня ем, пью, сходил, помощился и опять то же самое. Но жизнь вечная. Я уверен, что нет конца мучениям. Я от матери услышал, она говорила, терплю до конца, а буду мучить без конца. Нет такой фразы в Библии, но смысл есть. Вот эти все фразы. Я всегда искал строчку о Боге. Подтверждение. Сам прислушивался. Молитвы не знал, а таился и прятался где-то. И молился тому, кто это сотворил. Из псалтыри выписывал молитвы. До школы это все. Вот это меня интересует и людей. Когда вы ощутили, что у вас есть душа. И она бессмертная. И что тело воскреснет. Ну вот я Бога-то не знала. Я даже и не могла. Я это не понимала. То есть душа бессмертная. Я понимала. Вот эти эзотерические все книги. Там этот подсознание может все. Вот это я во всем этом варилась. В этой эзотерике. В этой мистике какой-то. В космоэнергетике. Еще в чем-то. То есть я понимала, что душа бессмертна. Но к Богу-то я про Бога-то ничего не знала. Вы как понимали душу? Что это? Разговор только о душе? Или что-то это какая-то отдельная средстанция? Энергия. Вот для меня это энергия была. Просто энергия. То есть никакой души-то и нет. А просто энергии. Да. Как-то. Что-то. А вот Яков прибыл. И написано. С ним было семьдесят пять душ. Это семьдесят пять энергий было? Киловатта там или что? С ним было семьдесят пять душ. Большая семья. Семья-то большая. До два человека. Всего мужиков. Да отец мой, да я. Он говорит. У меня пять душ. Что он понимает? Пять душ. Семья пять душ. Пять энергетик? Как они задумывались? Я думал. Вот какая-то энергетика. Я говорю. А что это такое энергетика? Какое? Нарисую ее. Душа похожа на человека. Это мы и есть. И душа покидает тело. И она идет по мытарствам сорок дней. Отдельно. Отдельно совершенно. Вот. Подсчитали ученые. В человеке за семь лет полностью весь организм. Ноготка до волосинки меняется. Отпадает. Отмирает. Но через семь лет ни в мозгах ни где ничего нет. Вчарашнего. Но проходит семьдесят лет. То есть десять раз обновления. А человек все помнит и помнит что там было. Чем он помнит? Каким органом? Когда все то что было где записано все стерто. Это новые диски. Переформатировал Бог. Десять раз. А все помнится. И переживания. Человек даже во сне увидит и вздрагивает. Я там в трясине тонул. И как меня вытащили. Речь идет о душе. То есть у нас представления о душе никакого не было. Ни чем ты от собаки не отличаешься? От таракана? Наверное. Вот так. Вот я. Да. А когда ты поняла что? У человека есть душа. И человек умирает. В гроб плек. А душа идет. Помутався. Она видит что здесь делается. Это говорят те которые были в клинической смерти. Ни один ни два. Две тысячи человек записывает. Он умирал. И показывает. Остеллограмм. Прямая линия идет. Это есть. Бежавшая из ада. Она исследовала это. Операция идет на первом этаже. Больница семиэтажная. И она выкладывала из буквы. Там на крыше. Никому не говорила что она выкладывала. И врачи ее не знали. Она выкладывала. И там где-то была. Она тоже в медицине имеет дело. И когда человека этого Господь оживлял. Она беседовала. Мои на кон записывала. И говорит. Что вы видели? Я видела врачи. Надо мной склонились. И потом все стало отдаляться. Я увидела всю больницу. А что еще видели? Я увидела там написано на крыше. Она лежит. Она не знает. Ее привезли в реанимацию. Она умерла. Я увидела там прочитаю. Утки. Не гордитесь. Скоро будет 1 сентября. Вас пристрелят. Врачи говорят. Что она вы думаете? Там действительно так. Я букву там меняю. В следующий раз она пишет так. Славьте короля. Ибо есть короли, которые хорошие. И те, которые воскрешенные. Они это читают. С первого этажа на крыше. Как они могли не выходили? Эта душа отделилась и душа видела. А вернувшись с тела, она все запомнила. Был такой профессор. Мой у них младший. И он записывал таких людей. Во время войны было. А еще началось с того, что я сам умер. Во время ранения там. И его отнесли в морг. Положили. А я в это время... Он ощущает себя как личность. В это время, где я был на родине. Там бензоколонка с краю где стоить. Я все увидал это дело. А потом кто-то мне там сказал. Ты рано пришел. Ты должен вернуться в тело. А как я в тело войду? Ну где? Где тебя в морге? Где твое тело-то? Я, говорит. Мещусь. И лежат на спице закрыты. А моего тела нигде нет. А потом увидал. Одного рука с себя изнеслась. И он увидел перстень. На руке. Это его перстень. Говорит. Это твое тело? Ну входи. И он вздрогнул тогда. И тогда увидали, что это ресницы. Это шевеляться у него. Ну и опять. Он опять. Вот мы там. Вот так плавнивостью жарим на Барнауле. Профессор Неймор в первый раз. Я с ней несколько раз встречался. Она умерла. Ей справку выписали домой. Умерла. Заберите. И она со справкой с этой всю жизнь потом жила. И после этого были другие люди, которые занимались этим. Мужчины и женщины. Речь идет не о сотнях, а о тысячах людей, которых они расспрашивали. И они все рассказывают о том, как вот вылетает душа, как будто бы какая-то огромная аэродинамическая труба. И летит туда, сужается. Потом встречается свет. И кто-то в этом свете говорит с тобой. И что говорит, и в общем тоже сходится. Были грамотные и неграмотные. Разные национальности. Коммунисты и фашисты. А это все одинаково. Они друг друга не знают. Но когда обмирали, вот этот процесс, они видели, о котором Бога не верят. Они видели просто светлое что-то. Что-то они не могли сказать. А верующие христиане видели Христа, Божью Матери. А те не знали, они не видели. Они видели вот светлый контур какой-то, тот говорит. Это все описано. Жизнь после смерти. Такая книга есть. Вот я этого ничего не знал, не считал. А внутри меня все это было. Вот такой вот. И это сохранило уже правда, неправда. Это уже из-за того, что есть суть Божия и нельзя делать. Другой узды нет. Вот так. Страх перед Богом. Начало мудрости. У вас ни слова про это нет в мире. Только внешнее. Припомните, когда вы задумались, что у человека душа и человек грешен и ему вечно мучиться в огне. И как выйти оттуда вы услышали. Вот это расскажите. Ну так. Я не знаю. Я когда задумалась. Не знаю. Но сегодня вы это знаете. Сегодня-то знаю. Ну как вы к этому подошли, к сегодняшнему дню-то? Что у человека душа за все отвечает. За мысли, слова и движения атлета потребуют с нас. Какое дадим оправдание? Что, скажем, защиту свою найдется для нас сострадание. Найдется нам место в раю. Это во всем мире люди задумаются. Вот там у буддиста. Теревоплощение. Если он хорошо жил, он в следующем рождении будет князем. Потом будет падишахом каким-то. А если худо жил, значит, собаку превратится. А собака злая была, злобная, превратится в букарашку какую-то. Реорганация называется. У нас нету. Одна смерть. Человекам положено однажды умереть, запятая потом свой 9-28 евреев. Однажды. Никаких перевоплощений нету. Все это обман. Ложь. Сатаны. Вот к этому моменту как подошла. Все остальное никакого значения не имеет. Никому пользы от этого нет. Ну, была. Хорошо. Я родила, когда я второго ребенка. Начала смотреть лекции Осипова. Вот включала канал. Спас или Союз. И смотрела лекции Осипова. И мне они нравились. Вот. И вот он рассказывал о Боге. Вот мне нравилось. Душа-то тянулась. Как это объяснить-то я даже не знаю. Потом-то все. Ну, потом жизнь мирская. Все это ушло. Никаких этих лекций не надо. Я говорю, вся погрузилась в эзотерику. Потом опять лекции Головина Владимира начала смотреть. Как-то наткнулась на них. Начала смотреть. Ну, вот нравится. Душа тянется. Вроде как правильно говорит. Вроде как есть в этом зерно. Вроде как все хорошо. Как вы определяли, верно или неверно-то? Какое? Тут просто вот ощущение вот этих женской. Да. Женская интуиция вот тянется там душа. Ну, понятно. А у другой соседки так и так. Когда живут? Есть одна истина. Иисус есть путь истины и жизнь. Иоанна 14.6. Он есть путь истины и жизни. Мы должны только со Христом накладывать, сходятся или нет. Если они не говорят как Слово Божие, 8.20 Исаия, написано нет в них света, там тьма. А мне кажется, есть два миллиарда людей. Не один миллиард, а два миллиарда, которые Христа за Бога не признают. Им так кажется. Они у них книга, они вообще есть так. Еще два миллиарда, которые считают. Он хороший человек. У нас к крещению одна готовилась. Кто такой Христос? Ну, хороший человек. Ну, какой как? В Сонске, примерно, да? Она не может дальше сказать. И сегодня состояние ее не такое, ну и такое, как надо. Тогда зачем эти состояния в церкви, моления? Кто-то нас слышит или нет? Да. Или мы просто для утешения и красивое зрелище? Бог нас слышит. Рассказывай. Я почему, я не хочу перебивать, а чтобы по теме было. Когда вы ощутили Бога, поняли, что вы бессмертная, что вы грешная, и что вы будете мучиться в аду вместе с сатаной. И потом вдруг светло сияло. Вы узнали, что мои грехи взял Господь. Когда это было и было ли? Не было у меня такой отправной точки, не было. Я пришла к вам в общину, и вы, я начала слушать вас, я начала понимать это, и у меня вот это все открылось. Что есть Бог, что есть суд, что есть Христос Спаситель, что есть все. А что Осипов Головина слушал и не касалось это? Разве они не говорили об этом? Ну, они говорили об этом. Я не знаю, как вот это свое состояние-то объяснить, что как вот Бог отдельно. Ну, я не знаю, вот, не знаю, как это словами все рассказать, объяснить. Ну, вот как есть. То есть, вот эти вот славяне, там, два года назад я начала заниматься сыроедением, там, вот этим, чисткой организма, там, вот этим всем, славянство, вот это все. Вот мне начало нравиться, там, эти, калабраты, там, еще что-то. Я думаю, ну, может быть там, то есть, это наши предки, наши эти, я думаю, может, там истина-то, вот, правда, что вот эти все боги-то, они там, действительно наши боги-то, понимаете, вот это вот. Которым молиться надо. Они молятся этим богам или нет? Ну, они-то там что-то молятся, что-то. Нет, они не знают, что такое. Жизни никакой нету. Да. Это они так думают, можно через костер прыгать, там узнавают наши предки, а дальше так, чтобы как мы молиться, они этого не знают. Что бог, которому я молюсь, он отмечает, они этого не знают. А вот раньше там у них написано, было книги, скажи, какие. То есть, все это выдумка, ничего нету. Языщество, это бесовство. И принося жертву идолам, они приносят жертву бесам, дьяволам. И он говорит это апостол Павел. Язычник, это не просто вот наваждение какое-то, это дым из преисподней. Да вот это главное сейчас неоязычество, то другое. Ничего там нету. Там молиться некому. Калаврат. Вот у меня такое было знакомое. Один вот солнце там накручено. Я говорю, и ты сейчас будешь молиться, умрешь, и калаврат тебя поврещал. Или Нептун там, Перун. Ничего нету. То есть, душа мертвая. Вы проси у Бога веры, я говорю, чтобы Он открыл. Бог открывает дверь внезапно. Внезапно, когда ищешь. Вот мы поем веры во единого Бога Отца Вседержителя. Будем утром. Вы признаете символ веры все? Да. Спросят, а откуда Бог взялся? Безначальный. Бездесущий. То есть, один вопрос, который человек не должен знать, и не будет, и никто не вместит. Безначальный. То есть, сначала ему нету. А Христос? А Христос – это Бога-человек, то есть, Святой Дух вошел в Марию Деву, и она родила, то есть, это и Бог, и человек. Ваши движения руки, что это означает? Эмоции. Выразить вы не можете. Не могу выразить. Слава. Просто говорите. Вот когда показывает восхождение звезды, Дитлера, он специально учился. И коммунисты. Мы это вырвем из сердец людей. И все содрогнулись. И как это так? Все. Мы закончим этот период. Евреи не будут царствовать. Деньги наши будут. Он притягивает. Он отдельно тренируется движением. Если этого нет, то не надо. Вот, допустим, итальянец делает 150 движений. Когда говорит там итальянец. А англичанин за это же время два движения только делает. Привет вам. И пошел. До свидания. Не одного движения. Поэтому и здесь надо обуздать свои движения. Не сказать. Не искал. Не знаю. Пробудилась. Когда вы узнали, что вы грешница и что вам мучиться лично без Бога? Когда вы ощутили огонь, пламень, огня? Как вы это вот ощутили? Мне кажется, я всегда себя грешницей считала. Считала. Согласен. 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 base 1. 1 июня 1, 7-м. Я не знаю. Библию в руках не держал, Евангелие не видел. Но всё было готово. И когда мне в двадцать три года в руки дали Новый Завет, а сами в комнате обедали в это время, и когда мне рассказывали двадцать, минут двадцать пять, я уже готов был. Встал и сразу перед Богом всё рассказал. Я погибший. А PB и в это время меня Бог изгирает мгновенно. Как все сдрогнуло передо мной А я на корабле Сильные, деньги, свобода Выход за границу Знания огромные Бог дает Я понял, прах, дым, надмение Ничего нет И сразу первому матросу Только на корабле возвращаюсь и говорю Живем неправильно За нас Христос умер, наши грехи Он взял Многие верующие говорят, ну я помолился, Бог просил А почему? Ну он прощает всех Я тебе повторяю, что Бог никого не может простить Не может, это не его свойство Так он всемогущий Нет, это слова Бог не может отречься самого себя Он не может солгать Есть многие вещи, не нужные Вредные, Бог не может делать, не может творить зло Он не может А безбожьих ей говорят А может ли Бог сотворить такой камень Который сам есть или нет Я говорю, вот он такой камень стоит здесь Это будет И вам вот сатана подсунул этот камень в мозги И вы не можете его сдвинуть А ответ должен быть только один Я погиб, погиб я навсегда И вдруг рука Господника ставится меня Он протягивает руку Я сегодня Сергея выставил Виктор Николаевич Поет Рыбацкая шума С волнами боролась Моё стихотворение В 80-м году я написал в Тюрге Как наш корабль тонет И что получается А тонуть это просто Температура Ниже нуля Волна Мы идем А волна бьет И застывает Бьет, застывает корабль И уже полторы тысячи тонн На борту Его не обидеть Ничего нельзя Дальше только переворот И нельзя ничего взять На другую сторону На другой стороне Такое же будет Нагреть Если бы она в стенке И она бы сползла Этого никто не сделает И вот в это время Как себя по-разному Люди ведут Богохульничать начинают Другие молятся Для меня последний куплет такой Когда мой корабль Опрокинет пучину А рот поперхнется волной Дай Боже, что к небу Своей кончиной Других я умлек за собой И Виктор Николаевич поет Я кискину вам сегодня Можно послушать Он поет и текст Идет Я снова задаю этот вопрос Когда это был день Сейчас вы помните Когда вы поняли Что истина в Святой Библии И что все ваши блуждания Изотерики И все это Глупость несусветная Ну даже ты узнала До конца исследовала Еще дальше Что такое изотерика Поясните Не знаю Что это Сколько вы туда денег Снесли Сколько глупостей Да Глупости вообще Там даже нас раскрещивали Откреститься Чтобы отреклись Да Это Юлиана Вступник делал Большая яма Решетка Мы только сами Мы сами Мы Вот только мы Есть Вот только сам человек И вот он Своими мыслями Там Вот Какими мыслями Человек С какими И что с человеком Есть человек Скажем Такой Который Сознание Много знает А какие мысли У человека Который только ищет Где мы еще сожрать Нерку какую-то Выбросила На море Они ее волоком Тащат И едят Дохлую Этой пищей Белогу там поймали Блиготины Давятся От китового жира Тоже человек И тоже мысли У нее какие-то Есть Логос Это и есть мысль А это Есть Бог Вначале Было слово Переводится И слово Было Бога Начните Говорить Вот когда Вы четко Поняли Что вы Погибшие И что Только умрете Тело Завроет А душа Мое ощущение Отдельное Да сюда Божий Будет мучиться А потом Соединиться С телом И уже С телом Будет гореть И мучиться И никогда Не кончится Никогда Сгорая Она ступенется В боках И снова Опять та же И завтра И послезавтра Вот это комната Сидимая С Архим Саровской С нами Он говорит Сейчас думаю Вот эта комната Вся-вся Наполнена чайлями И все до одного Прогрызают тебя Во всех направлениях В глаза В нос В рот И нельзя избавиться И день и ночь Грызут Ну Недолго Это лет сто Это стоит Претерпеть Ваше боголюбие Стоит Ради жизни Вещи Если вы этого Не ощутили Начни сначала Если вы не ощутили Что душа Будет гореть Как Пимена Спрашивает Где ты будешь Он там же Где дьявол Вот меня Никто не мог Убедить Что я умру И не пойду Да я же не делаю Я молюсь Я молюсь Посты Все соблюдаю Барни Везде А душа моя Говорит Ты такой же Как все И умрешь И вот Поешь До момента Когда я узнал Что Иисус Взял грехи мира Вот написано Кровь Иисуса Христа Ощищает нас От всякого греха Ты вот с дочкой своей Все это заучи Вот вокруг Время не теряй Считай Покаяться То есть признаться Грех Это смерть Возмездие за грех Только смерть Не наказать Не похлопать человека Смерть Возмездие за грех Смерть Понимаешь как Где тут Где-то Такое есть Вот он Сзади Возмездие за грех Смерть Смерть Грех Возмездие смерть Бог не может Простить Простить Не может Это Божий принцип Божья сущность И он тогда Посылает сына Который на себя Берет грех И умирает за меня Вот теперь За грех Принесена жертва Вот в этом Все христианство Если другие Кто-то там Религии Этого не признают Ну а что Ну пророком признают Но еще и дальше Такой же ты грех Вот вы другим людям Будете говорить О спасении О Боге С чего вы начнете Да я себе-то не могу Толком Словами вот что-то сказать Ну и с тобой Что я говорю Что у вас есть Что есть Что было Что пережили Пережили в каком плане Я выразился ясным Что я рассказывал сейчас Освобождение от греха О рождении свыше Если рождения свыше не было То ничего и не было Даже намытаться Душа не будет Не может увидеть Царствие Божие Это главный вопрос Вот два вопроса Первое рождение свыше Если человек не переродился Не изменилось настроение его Внутренний мир Ничего и не было И второе Когда он переродился Получил новую природу От Бога Теперь Жить под водительством Духа Святого Как Богу это угодно Ты во всем Во всем Будешь видеть В руку Божию Это он сделал Я не раз слышал От людей Которые были в нашем круге Потом стали слушать Осипова Он профессор Я говорю Вы задайте вопрос Почему 80 лет Мы с лишним И он бритый В галстуке Больше ничего не надо Другой может сказать Он не такой А тут ясно видно Что он бритый И он все время скоблится Лесо скобсат Зачем Он должен оправдывать это Он отравил Тысячи священников Он всем говорит Это никакой роли не играет Женщина Ходила в штанах Мужские Видишь Он это оправдывает Ну и что Что Разве Бог смотрит Бог смотрит на сердце Да как это еще исходит Из пятки Как это из сердца То есть Объясните Как из сердца исходит То есть Ты увидел И сердце выскочило И в брюки залезло А потом на тебя натянуло Или как Из сердца И все Главное Богу Это сердце А что я делаю Поет матершинная песня Складно словит Блудит Ну Ну и что Главное сердце Да как это все Из сердца идет Из человека исходят Злые помыслы Дальше перечисляются А что А что в уста Там это Съел Переработалась А педроном Выбрасывалась Вот что нужно было И Валентина Дмитриевна Сортис Он абсолютно Права Рассказать не можете Нет Ничего нет Вы рассказываете Я пришла к вам на Пасху Я пришла Я все это увидела И Я Ну я Я не могу сочинять Я вот сейчас Я просто Сейчас буду вспоминать И сочинять там что-то Мне это не нравится Не хочу сочинять Но я пришла Я увидела Жизнь еще не назначается Да Не могу я Останови Ну дальше что Увидела Дубунова Дубунова увидела Дубунова увидела Увидела детей Детей И все У меня слезы 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 покаяния Не знаю чего Но слезы Положи Что я там Жизнь-то прожила Жестовая коллекция Ваша нулевая Совершенно не к делу Да не могу Я подругу Что я та жизнь Прожила вообще Никак То есть Это все понятно Дальше Ты пришла к нам в общем И что ты увидела Одетые дядьки В бородах С поясами Женщины Красивые Платочки надеты Тебе это понравилось Нет Мне это понравилось А где встреча С Богом Со Христом Ну мне каждый день Встреча с Богом Со Христом Ты конкретно Первый момент назовешь А уже оставил Ну вот я сочинять Я не хочу Я не знаю Когда она была Я к нему Я иду Мне кажется Ну ладно Я иду Так же ты не идешь И тут как же Домашь Как ты идешь Вот так Идешь Тебя зашорено Со всех сторон Я иду Я иду Вот так Ну не знаю Знаете Любая баптистка Объяснить это Я была православная Была неверующая Вот такая вот И тут я пришла К баптистам И вот проповедник Когда говорил Кто хочет сердце свое Отдать Богу На служение Выходи сюда Я вышла И склонилась Я пополилась И почувствовала С меня как тяжесть сошла Ну знаешь Она уже рассказывает В общине знала И хоре Стала петь Где здесь И там и проще Она может сказать Что она не Церковь Не в церкви Она не знает От нее это скрыли Сатана же очень хитрый Вид ангела света Принимает А у православных Этого рассказать не может Я пришла к батюшке Перечислить грехи Перечислила Дальше Реестр Все Добавляется Туда уменьшается Бумажки иногда Пишут батюшке Ну батюшка Накроет фартуком И Петрохилю Прощается тебе За старое Принимайся опять Это тоже не выход Ты должна Так возненавидеть Грех Они так Тебя пригласили Родственники День рождения Справляет Великий пост Ну чтобы соблазна не было Кусок мяса тебе отвалили Съем я его Это очень священник Новоалтайский Погибло Михаил Священником Назвать даже Страшным Развратители Исказители Слово истины После Пасхи После Пасхи После того Как я побывала В общине У меня вот это вот Отвращение К греху Можно сказать И появилось То что Отвращение К греху Может быть Просто по совести Человек Да По совести А речь Именно о Боге Не просто А что ты понял Что грех Это дьявол Это он навевает Это личность Которая рядом Сейчас стоит Может быть здесь И здесь может быть Демонов Не одна сотня Которые Мозги тебе сейчас Закупоривают Не желаешь Что ты умирала Как должно Ты увидела Да Пришло Очаровалась А потом Зачаровалась Нет Ты увидишь Нет Не дождетесь Не дождетесь Это дождать не надо Сейчас что-нибудь Заметишь Даже Без объяснения Не спорщишь А почему я так поступил И все Кто-то сказал Знаете Тут 50% У вас приходит И уходит А Сергей Козлов Парализован Не 50% 99% Да А у меня бывает Такое Я что-нибудь Раз думаю Вроде как Несправедливо А потом посидела Подумала Правильно И мало мне еще Мне надо было еще 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 Потому что Заслужила Больше Ты сравнили Со Словом Божьем Библию Каждый день читаешь Да Каждый день Ты находил То что Нужно Так Вопросы Задаваем Сколько у тебя Сейчас вопросов Вопросов Да много вопросов Потому что Я включаю Какой-нибудь ролик И там раз Ответ на вопрос Аааа Все Опять раз Ответ на вопрос То есть те вопросы Которые раньше у меня были Они потихоньку Разрешаются Мне все И у меня Встает У меня Как говорят Пазл Складывается Потихоньку Помаленьку Вот У нас прихожая Там Девочка А зачем Вы ходила В прихожую В админил Благослужение Она чихала Сильно А? Сильно чихала Я ее отправила Туда Так Нажми Ладно Крепко нажми И держи Все кончилось Вот так Вот так Не просто так Держи Вот так Дави его Судо-нос Дави И все Хорошо Буду знать Отправила Она туда-сюда В храме Ходить нельзя Если вышел Ты там Должен оставаться У нас порядок Да, конечно Порядок наш Настоящий Отдельно Женщины Мужчины Формы Одежды За обедом У нас везде Правила Это помогает Но это все Результат Уверования В центре Всех разговоров Везде Христос Не просто Я сел Хлеб Взял Сел А отдал Мне Бог Хлеб Наши насущие Подавали На каждый день Я от Бога Получил Он мне принес Житие Святого Марка Фрачевского Читаем И вот Он Пришел К нему Беседует Он говорит Ну пора Подкрепить Нашу рабыню То есть Сделать Рабыню Отушать Госпожа И в это Время Смотрел Появляет Ся кисть Сверху В горах И подает Два хлеба Он говорит Поверь брат Вот я 70 лет Здесь Всегда был Один хлеб Семьи два Он разговаривает Реально И Господь Отмечает Реально Бывает так Я Сижу И говорю Вот такой был Семинарист И он Печатался Будучи Семинаристом В Алтайской Миссии В Арнольдской Епархии Вадим Четвергов Я его выделил И послал К нему Игоря Отвезти Подарить ему Книги свои А теперь Прошел уже 4-5 лет Его нигде Нету Теперь он Священник Но я его Не знаю Господи Благослови его Я о нем Каждый день Молюсь Выхожу Он идет С женой Как это Ну это Случайность Случайность Почему не было Вчера Или завтра А именно Когда я сейчас Только разговаривал Мне надо Выкупать Книги Книги Издаются А книги Это очень Дорогое Удовольствие Ну возьми Кто издавал книги У меня 38 томов В книжном ориане Речь идет о многомиллионном Состоянии Должно быть А у меня ничего Нету У меня ночью И два священника И вдруг звонок Средневущих Алло Это Барнаул Барнаул Думаю Говорил После девяти не звонить Уже молитва и сон Постою в 4.40 У вас храм Во имя Климента Я говорю Нет Амфима не комедийская А Климента Это лагерь детский А нам все равно И что хотели Откуда звонить Америка Город Сакраменто У нас умер дядя Его Климент Сбать И сказали Молитва Лучше всего Доходит там Где храм Во имя Климента А храма Таких в Америке Нету Да и у нас Храм то не такой Так мы вам Деньги вышим А вечером Когда ложились спать Помолились Я говорю Господи Мне книгу выкупать А денег нет Пошли мне Наутро я иду Деньги в руках Священники Ну а вы знали Не знай На сегодняшний день Так Бог Я с Богом Разговариваю И Бог дает Вот такой ответ Ответ Сакраменто Я там был Когда-то Они меня не знают Я был И ответ Да как Это как Заранее вы Договорились звонить Да я не знал Даже Звонок этот Не знал Это для вас Не для меня Звонок У меня голуби И голубей Ястреб таскает Прилетают А он Он ее Когтями Берет И насквозь Проходит Когти сходятся Обнагрел Я его в окно Смотрю Он на лестнике Сидит у меня На которой Я лажу Я их закрыл Их нету А он сидит Ждет Когда они вылезут В это время У нас Богослужение Должно быть Тогда было Еще Слава Волков Еще кто-то Вот Тогда из этих Испалыш Они Рея Сбивает Или сейчас Не связывает Крест Священник Подошел Святой водой Полил А там Дальше Вот так Вот дом наш В Барнауле Видели как А дальше Там протока Деревья растут И даже Они пошли На дерево Этот крест Там подрузили Ну еще Крест ваш Слушай дальше Больше Ни разу Ястреб не залетел Я видел Только Он пролетал Так вдоль А уже Там Стена Возбил Ястреб Перед ним Стена Он не понимает Ястреб А это Стена И он уже Больше ни разу Не залетел Все В голову Я выпустил А он так Пролетает Там Мимо Вдоль А сюда Не может А почему Вера Люди приходят И говорят Нас Лев Скольких людей Задушил Паломники А что же Молчали Я за сон Помолился Там Пошли Покрапили Проходит Какое-то Время Они говорят Мы сейчас Такое Зловоние Идет Пошли А там Дохлый Лев Лежит Уже Сгнил От него Этот ветер Дует Я это И сделал Это Бог Живой И он Все время Мысль Управляет Поворот Делает Я Сегодня Договорился На понедельник За рыбалку А Сейчас Должен Предупредить Не понедельник Завтра После Богослужения Мы едем По берегу Будет Тащить А Исааки С Никитой Внутри Я буду Снимать Я ни разу Полный Процесс Не снимал От Пункта До Пункта Б Одинно Чтобы Они В одежде Были Если Вы хотите Можно было Сказать Когда рыбу Вытащат Помощь Собирать Девочке Было бы Интересно Как Развать Анна Анна Это Нюра Нюся Ну Дай Бог Тебе Хотя бы В течение Года Не разочароваться Никуда Не уйти Ты много Его знаешь Ты знаешь Что у нас Сайт Есть Сайт Не Ютуб Сайт Я все знаю И на сайте Я отвечаю Студентам На 4124 Вопроса Ты там Все найдешь О спасении Вопросы Дают И сейчас Печатают Это Берут И сразу Показывают Том Такое Это Страница Такая Вот Том Такая Страница Такая Это Ни Уткачева Ни Осипова Ни У кого Нет У меня Все Это Фиксируется Я Каждый Дневник Заполняю Заполняю Больше Чем 70 Лет Ну А То есть Постоянство У меня Изъяли Ужас Сколько Две Большие Кучи В Краевом Суде Во Дворе Жгли Ваши Что У меня Конфисковали И После Это У меня Только Переписка С 87 Еще 77 Томов Переписка Каждый Том 650 Страниц Поняла? Это Неприотрывно Ты Должен Работать Это же Простое Дело Утребачить Вначале Там И батюшка Да ну Зачем Там Это Шлюз Тут Главное Дорога А сейчас Уже Ничего Не Говорит Потому Что Мы Задобрили Его Так Сегодняшнее 27 Кому Дали? Батюшке Дали Устинам Дали Тебе Сколько Это Осталось? Нет Значит Идти Завтра После Службы По Обеду По Завтракам И сразу Уходим А не На Своей Машине Мы На Своей Ты Хотела Быть? Ну Там И все Бадетые Наши Были Ребята Братья Мы Скажем Ну Вот Кто-то Послушает Как Ты Обратилась Она Скажет Она Совсем Не Верующая Еще Она Не Обратилась Видишь Валентина Дмитрина Стартисон Затронула Важную Тему Как Так И Вот Смотри Какой Грубый Этот Глотка У него Глотка Луженая На Игоря Добунова А он Больше Всех Вас Видит Он Старается Все Сидят Мы Пришли А Там Наше Правило Все Снял Ты Сидишь Он Тебя Долбит Долбит 16 Пунтов Все Он Так Он Сам Теребует Помощи Себе Но В данном Случаю Он Прав И Мы Просим Что Господь Благословил Его Мои Стихи На Третий Раз Начинает Считать Как Понимаю Два Раз Прочитал А Сейчас Третий Раз Сколько Там Сейчас Мне Пишут А Где Понятия Не Я Стихотворение Своё Считаю Как Будто Первый Раз Стихотворение Первый Раз Смотрю Это Бог Делает Рука Водила В Течении Девяти Лет Каждый День По Стихотворению Девять Лет Три Тысячи Четыреста Шестьдесят Семь Поделить Куплетом Еще Эпиграф У каждого Слова Божия Четыре Тома По Восемьсот Страниц Невероятное А что Бог Вот Мы Что Здесь Сделали Даже В работе Везде А Оно Тогда Когда Я уверовал Что Старое Выносит Говорит Книжник Наученный Царствий Божий Новое Старое То есть Этот опыт Который У тебя Был Твой Он Неприменимый Здесь Ты Ищи Несправедливости Тем более В отношении Себя О Правде Божией Я Сегодня Дочери Говорила Мы Когда Посуду Здесь Мыли Я говорю Дочер Ты Когда Вырастешь Ты Будешь Вспоминать Это Время Ты Будешь Говорить Я Там Была Я Это Все Видела Я Сама Лично Игнатия Тихоновича Видела Я Его Знаю Я Говорю Это Такой Великий Человек Я Вот Опять Я Не Могут Это Великий Человек И Вот Это Община И То Что Вы Делаете Я Это Вижу Я Это Выразить Словами Не Могу Как Желаю Чтобы Вы Были Верующие Настоящие Дети Божьи Чтобы Любовь Христова У вас Была На Практике На Деле Любое Дело Какое Ты Делаешь И Все Что Делаете Делаете Во Слава Божьей Мы Делаем Такие Работы Тяжеленные Дороги Ремонтируем Пруды Вот Это Даже Прошедший День Вчера Вчера Мы На Москве Были Но Вчера Даже Не Вериться Это Завидим Я Перекидал Там Несколько Десятков Тон Двинулся Вместо Песку А Володя С этой Старной Столько Ж Не Хватило Теперь Заказ Мы Это Делаем Для Будущего А Озеро Это Не Ваше Оно За Вами Я Никогда Не Думаю Я Делаю Все Господь Знает Но Пока Мы Пользуемся Понимаешь Когда Для Бога Такое Спокойствие На Душах Как Это Будет Бывает Беспокойство Начнется Господи Да Будет Воля Твоя Давайте Праздник Создадим Сердцу Нашему Дадим Покой Хорошие Слова Я Вчера Когда Работал С тобой Даже Утром Встал И Все Еще Сердце Болит Все Я Врачу Своему Виктору Андреевичу Говорю Он Говорит Это Не Сердце Это У Вас Позвоночник Вот Здорово Это Отдается Сердце Позвоночник Скутился С лопатой Песок Кидал И кидал Таким Будет Друзей Которые Утешают Такого Давным Батюшка Свой С тарелкой Не Ходит Все Вещи Не Ставят По стенам Иконы Не Целуют Лежит Он Подошел И Слонился Почтил И Все И Когда Священник Идет Все За Ним Крутятся У нас Не Крутятся Он Кадит Иконы Он 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 Нас Не Думает Даже И У Нас Которые Новые Люди Они На Себя Благодать Руками Хлебают Одни Приехал И Что Ничего Нет Все Раскварилось Здесь Постоянство Здесь В один День Может Все Измениться Ничего Я Бываю Когда В бане Вот У меня Забавляло Я Побоялся Что Не пережег Лето Зудиться Когда Комары Кусают В этом Месте Прилегают И Я В субботу Парился Сейчас Лених Отбросил Все Заопасался Видишь Тоже На жизнь Хватаюсь Вы Когда Говорите Слова Я Не Слышу Ваших Слов Я Говорю Энергетика А Я Я Их Понимаю Как Это Душой Я Понимаю Что Вы Хотите Сказать То Есть Не Слова Я Понимаю А Смысл Я Не знаю Что Я Хотел Сказать У 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 Закончил Чем Я Говорю А Теперь Соедини Все Вместе Он Читает На Третий Раз Даже Игорь Игорь Теперь Только Открывается Это Не Просто Так Я Знаю Сказать Я Сам Не Знаю Что Дальше Сказать Ну Да А Вы Знали Ничего Вы Не Знаете Нет Не Не То Чтобы Знаю Чувствую Чувствую Да О Чем Вот Этого Места Писания И Перето Сказано Так Стараюсь Все Стараюсь Остан Еще Спать Не Знаю После Еды Ужжили Нет Да Я Нет Ну А Почему Ну Сейчас Поуживаю Так Поздно Время Трое Полдегатого Два Часа Надо дать Вопросы Ко мне Нет Вопросов Благодарность Только За все И побольше Меня Обличайте Я для этого И приехала Сюда Обличать Я Не стараюсь Так Получается Ну Слово Такое Обличать Обличать То есть Показать Истинное Лицо Личину Сбросить Это Значение Слово Такое Вначале Человек Просится А потом И в храм Не ходит А раз Я хожу Туда Он говорит Ходить Не буду У нас Такие Даже Есть Да Знаю Я Я Не понимаю Он потерял Веру Он не понимает Ищет Разные Причины Чтобы Не ходить Никогда Причину Не ищи Вовне В себе Виновен Я Вот Я у нас Один Такой Футболку Получил Ну Как Кофту С Германии И там По-немецки Написано Вот такими буквами Красивыми А он Ничего не знает Ты знаешь Что там написано Было Вы говорили Ну вот Я созвонился С племянницей Германии Она говорит Да Так Я тогда поздравляю Нашей сестре Она у нас была Сейчас Она ушла Она преподает Немецкий язык В Алтайском университете Она говорит Ну вот Это Так Прямо Скажи Так Ну там Навоз Говорит Нет Я говорю Там по-другому Написано И вот так Рука Палец Нарисованный Ты виноват А виноват Ты Доби Шуль Нет Я виноват И когда Я виноват Это начинается Отсчет Могу ли я выйти Из-за этого Да С Богом Если виноват Сегодня считали Пророку Ильяна Златоуста Я должен попросить Прощения А он не просит Это Не прощает Тебе за него Не отвечать Отвещать за себя А вот Такой Это он Наважение Это он Не брат Никакой Он Не изверг Он Злодей Он Лжец Ему Говорено Он Подыскивается Себя Оправдать Там Еще Нету А он Там Ездит А брат Он там Где-то Есть Который Меня Не знает Ни разу Не встречал Я ему Не нужен Но он Злобится Потому что То что Есть у нас У него Ничего Нету Нету А у меня Сколько Людей Таких Которые Мы Всей Семьей Наталтулись На ваш Ютуб И сейчас Нихуда Все Забыли Говорит Да Мы Открыто Все Говорим И человек Когда боится Что его Снимают Это Темная Лошадка Там Что-то Внутри И поэтому У нас Которые Были Против Они Все Ушли Ни одного Нету Они Под Разными Предлогами Не надо Ушли Нету Вот в этом Вопросе Есть Люди Которые У нас Игорь Барабаш Чего бы Не спросил У него Все Открыто И у Него Друзей Отовсюду И Он Везде Сообщается Общается Со своими Сокурсниками Где Бывает Вот Такое Вчера Я у них Интервью Взял И Через Неделю Будет Стоять Искать Помощников Спонсоров Как говорят Чтобы Ему Купить Комбайн А Это Ни Рубль Ни Два Я Знаю Это Может 5-7 Миллионов Денег Вся Потеревка Не И Все Все Ну Ладно Крепись Как Нибудь Не Очаровывайся И Не Разочаровывайся И Говорю Я не Свои Слова Мне Надежда Васильевич Это Так Мама Моя Тот Говорит Ой Наденька Если бы Игнатий Не Умер Что Б Сейчас Было Что Б Сейчас Было Не Стоит Дядя За Косу С Топором В руке Так Щурки Вот Что Было Ради Бога Я Опять Принимаюсь 50 лет Ее Ущем И Она Все На Своем Стоит Люди Тоберят Как я Обращаюсь Грубо С ней Да Как Там Туалет Не Пусть Тут Когда Было Я Живой Туалет Мой А я Заниматься Должен Ее Еще Влезти Туалет Все С Богом Начинай Крепко Стараться Знай Христа У человека Бессмертная Душа Которая Должна Быть Богом Рай От Архангела За трубами При последней Трубе Все Воскресны Тела Те же Самые Вот эти Вот Только Они Обновленные Не Стареющие Они Как Уголь Вочерневшие А другие Как Светлое Солнце И Душа Войдет В это Тело 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 Без духа Мертвого Написано Тело Без духа Мертвого Я Пишет Так Вера Без дел Мертва У нас Не запрещается Ходить В церковь Ходят Причащаться Только Здесь Раз Членом Община И Разрешается Ходить Но Ни одной Допустим Быть у баптистов Послушать Посмотреть И самое Хорошее Перенять Себе То что Я верю Слово Божье Это я Получил От 50 Типов То есть Баптисты Соединенные Были А если бы Я не встретился Еще бы Не было На пустом месте Быть Поднимал Да Ну Помолиться Хочешь Самый Своим Словом Нет А Нету Слов Душой Молюсь Душой Другой Ты должен Сказать Аминь Аминь А ты Помолись Чтобы Сказать Аминь Ты знаешь Как в школе Ученик Не мог Слаживать Учительница Тогда Говорит А у тебя Еще Вот так Говорит Считай Во Ло Цы Еще Получилось Не знаю А еще На голове Говорит Сесть Два Плюс Три Сколько Будет Не знаю А два Рубля Плюс Три Рубля Пять Рублей Значит Нужно Любить Бога Господи Приди На помощь И открой Это в душе Всю истину Твою И любовь Тебе Добой И пристану Не допусти Что кто из нас Оказался Предателем Отступником Доведи нас До желаемых Престани Царствия Твоего И веди Навеки В него Аллилуйя Аминь Аминь Богу слава Я ушел Завтра из церкви Выходить будем Сразу к няне Или заходим Завтра из церкви